Здравствуйте, дорогие друзья! В 2022 году исполняется 95 лет со дня рождения Юрия Казакова, судьба которого связана с Севером. Библиотека Архангельский литературный музей предлагает вам посмотреть видеопрезентацию о жизни и творчестве талантливого писателя. Юрий Павлович Казаков родился 8 августа 1927 года в Москве. Детство и юность Юрия прошли на Арбате. Еще в детсадовском возрасте мальчик, услышав песню по радио, без труда подбирал мелодию на балалайке. Позже он овладел баяном. Мать поощряла музыкальные упражнения сына, полагая, что это всегда обеспечит его куском хлеба. К чтению сочинительства она относилась как к пустой трате времени. С книгами Юрий в детстве знакомился в читальных залах библиотек. Особенно мальчику нравились рассказы и повести об охоте, которая в зрелом возрасте стала настоящей страстью писателя. После восьмого класса в 1944 году Юрий Казаков поступил в Московский архитектурно-строительный техникум. В 1946 году музыкальное училище имени Гнесиных, который окончил по классу контрабаса. Он был принят в состав оркестра музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Играл редко, чаще подрабатывал на танцплощадках. На броске автобиографии, объясняя, что послужило для него первым толчком к писательству, Казаков говорил. «Я не помню сейчас, почему меня в одно прекрасное время потянуло вдруг к литературе. В свое время я окончил музыкальное училище в Москве. Года три играл в симфонических и джазовых оркестрах. Но уже где-то между 1953 и 1954 годами стал все чаще подумывать о себе, как о будущем писателе. Скорее всего, это случилось потому, что я, как, наверное, и каждый молодой человек, мечтал тогда о славе, об известности». Ранние литературные опыты Казакова относятся к 1949-1953 годам. Это стихотворения в прозе, рассказы из американской жизни и пьесы. В газете «Советский спорт» публиковали его очерки. В 1953 году Казаков поступил в литературный институт имени Горького. В годы учебы Юрий занимался альпинизмом, охотился, ловил рыбу, много ходил пешком, ночевал где придется, все время смотрел, слушал и запоминал. Поиск ответов на вечные вопросы и потребность в творческом самоопределении в конце 50-х годов привели Юрия Казакова на север. Будучи студентом литературного института, он отправился в командировку по следам Пришвина, путешествовавшего по Белому морю 50 лет назад. «Впервые на Белое море я попал в 1956 году», писал Юрий Павлович в очерке «Вот и опять север». «Полтора месяца шел я по бережьем от деревни к деревне, где пешком, а где на карбасах и мотоботах». Так начался для меня север. Я ездил на Белое море еще и еще, пока, наконец, не взялся за северный дневник. Сидя осенью в чудесной деревушке на оке и дописывая последние главы дневника, я думал, что северное маестранство и открытие, и восторге, и печали уже позади. Но как же я заблуждался. Север не отпускал меня, а притягивал все сильнее. География моих дальнейших поездок на север все расширялась. Из каждой поездки я привозил один-два очерка. На севере я иногда ловил с рыбаками рыбу, был на тюлене промысле. В 1956 году Казаков отправился на шхуни к Соловецким островам. Юрий Павлович долго не мог забыть, каким предстал пред ним уникальный памятник истории и культуры. День был чудесный тогда, редкий, теплый день осенью. А монастырь разрушен, изъявлен, ободран и потому страшен. Почерк Казакова «Соловецкие мечтания» – образец настоящей публицистики. Острый, страстный, действенный, говорит журналист Лидия Мельницкая в своей статье «Любовь к северу», опубликованной в журнале «Двина», номер 2 за 2015 год. Завораживающий, колдовской язык, зоркая наблюдательность, способность одушевлять даже древние стены. А какие слова он нашел, чтобы рассказать об одном из островов Соловецкого архипелага, Анзерском, о прощании с ним, когда с такой болью, с такой беспомощностью глядели на нас со всех сторон умирающие дома. Север дал Юрию Павловичу стержневую тему его творчества, стал основой в поисках образности и выразительности языка, подарил сюжеты многих рассказов. Сам он признавался, что полюбил эти края до такой степени, что даже завидует людям, которые здесь родились, писателям Евгению Коковину и Степану Писахову. Юрий Казаков подолгу жил в поморской деревне Лобшинге и считал ее самой красивой поморской деревней. Гармония человека и природы, естественность чувств, особая атмосфера поморского уклада жизни – все это нашло отражение в ранних рассказах Казакова о Севере, Никишкины тайны, Поморка, Арктургончий пёс. В Архангельске были изданы его первые книги «Тэдди и Манька». Первые поморские рассказы Казакова несут на себя отпечаток того сильнейшего эмоционального впечатления, которое прозвел на него Север. Этим объясняется ощутимый порой налет экзотичности, но этим же обусловлена яркость восприятия, чистота и свежесть взгляда художника. Если попытаться выделить то главное, что поразило молодого прозаика на Севере, то нужно назвать три в равном мире важные для него открытия – «Люди, язык и природа». В этих краях каждое слово обживается веками, скажет позднее Казаков. Именно на Севере Казаков понял ценность слова. Здесь зародилась та повышенная чуткость к слову, которая отличает язык произведений писателя. Что касается природы Севера, то она просто не могла не пленить такого щедро одаренного тонкостью восприятия художника, как Юрий Казаков, способного улавливать невидимые для другого взгляда переливы цвета и света, отмечать тончайшие живописные подробности окружающего мира. Мало сказать, что картина природы занимает в северных рассказах писателя заметное место. Природа сливается с героем в одном общем состоянии. Пейзаж делается средством психологической характеристики. Огромное нравственное влияние оказали на Казакова характер и судьбы северян, их мировоззрение и уклад жизни. Месяца полтора ходил я по северу, по Белому морю, жил по нескольку дней в разных деревнях. Жадно расспрашивал каждого, о чем придется, пока не понял вдруг, что чуть не каждый человек, родившийся и выросший в суровом краю, герой. Писал он позже в повести о тыковылке, возвращаясь к своим первым впечатлениям от встречи с севером. Это открытие не только повлияло на отношение писателя к людям, ставшим героями его книг, но и заставило строже спрашивать себя. В 1958 году Юрия Казакова приняли в союз писателей. В 1960-е годы Юрий Павлович много путешествовал. Побывал в Архангельске, Мурманске, Мизене, Пинниге, Нуринмаре, Карелии, на побережье Баренцево-Икарского морей. Посетил Соловки. В результате этих путешествий на свет появился Северный дневник, книга очерков, ставшая главной книгой Казакова о Беломорье. Первая часть ее была написана в 1960-м, а последняя из вошедших в ней очерков в 1972 году. В Северном дневнике писатель выразил особое отношение к русскому северу, воспетому Степаном Писаховым и Борисом Шергиным, как к последнему оплоту, истинно русской народной жизни, не загубленной реформами и прогрессом. В Северном дневнике немало страниц отведено городу Архангельску, который был для писателя самым лучшим среди городов русского севера. О поездке в город на Двине Юрий Казаков писал в своей автобиографии. «Вечер, молодая луна, уезжал в Архангельск, и вся весна прошла без меня». К этому городу писатель обращается в своих письмах и заметках. Архангельску посвящен очерк «Четыре времени года», «Ода Архангельску». «Я бывал в Архангельске во все времена года, и каждый раз испытывал глухое, мощное и постоянное волнение при мысли об истории этого города», писал Юрий Павлович. «Мне кажется, Казаков понял душу старинного северного портового города», заметила писателя и литературный критик Михайлов. «Север одарил Юрия Казакова незабываемыми встречами с людьми, природой, языком поморья», сказала Елена Галимова. И писатель сумел щедро отблагодарить за этот дар. Книги Казакова открывают читателю то, что можно увидеть лишь любящим сердцем, и что ускользает от равнодушного взгляда, истинную красоту севера, нравственное здоровье его людей. «Откройте удивительную оду Архангельскую, и вы почувствуете гордость за свою северную родину и радость от того, что нам довелось жить здесь». Это произведение Юрий Павлович Казаков завершает такими словами. «Нет, не ездите вы на север, не губите себя». Всю жизнь тогда не будет он давать вам покоя. Всю жизнь будет то слабо, то звонко манить к себе. Всю жизнь будет видеться вам просторный город, в преддверии несчастливых дорог. Эх, маху дал наш Петр I. Не на Неве ему строить было свой парадиз, но две нет». В статье «Волшебник слова», которая была опубликована в газете «Литература и жизнь» в 1959 году, Юрий Казаков описал свою встречу с архангельским сказочником Писаховым. «В Архангельске я пошел к Степану Григорьевичу Писахову. Вышел маленький, с желтыми усами книзу, с крашными бровями, с длинными густыми волосами, помор, поэта-художник. Он вел меня к себе, сразу заговорил, засмеялся. Стал необычайно привлекательным». «Если скандинавы открыли всему миру свой север», писал Юрий Павлович в этой статье, «то наш русский север, Белое море, побережье Кольского полуострова, острова в Ледовитом океане, поэтически еще, к сожалению, мало тронут. Мало, мало поэтов видели наш север. Пришвин, Шергин, и тем дороже должно быть всем нам творчество Писахов». Позднее, в 1966 году, Юрий Казаков предложил назвать одну из улиц Архангельска именем Северного сказочника. Встреча с Севером была важным событием в жизни писателя. Спустя десятилетия он сказал об этом так. «В жизни каждого человека есть момент, когда он всерьез начинает быть. У меня это случилось на берегу Белого моря». Последняя книга Юрия Казакова «Поедемте в Лобшингу», в составлении которой он сам участвовал, объединила рассказы, очерки и литературные заметки разных лет. Вышла она уже после смерти писателя. Юрия Павловича Казакова не стало, когда ему было всего 55 лет. На гражданской панихиде в Малом зале Центрального дома литераторов Фёдор Абрамов I сказал, «Мы все должны понимать, что сегодня происходит. Умер классик». В августе 2015 года в поморском селе Лобшинга Архангельской области прошли первые литературные чтения «Поедемте в Лобшингу». На доме, где останавливался писатель, появилась мемориальная табличка. В 1987 году Лобшингской библиотеке было присвоено имя Юрия Казакова. Юрий Павлович Казаков продолжил традиции русской классики. Он с особым теплом и любовью писал об Архангельске и Русском Севере. Говорил о его воздействии на душу человека и его творчество. И это влияние он ощутил и почувствовал, как никто другой. О жизни и творчестве Юрия Казакова написано много статей и книг. Предлагаем вам список литературы о жизни и творчестве талантливого писателя. Наша видеопрезентация подошла к концу. Благодарим вас за внимание.